Зачем люди ездят в паломнические поездки? Чем они отличаются от простых путешествий, экскурсий? Куда бы вы посоветовали поехать? Исаенко Валерий, город Курск. Паломнические поездки отличаются от всех видов путешествий. В основе идеи паломничества лежит религиозная мотивация. Человек совершает паломничество для того, чтобы стать ближе к Богу. Паломничество – это особый род самоограничений. Когда человек совершает путешествие не с целью получения каких-то телесных удовольствий или просто расширения своего кругозора, узнавания каких-то новых вещей. Нет. Поездка может совершаться, паломническая, в одно и то же место многократно. Основная цель ее – ограничить свои телесные удовольствия и потребности и стяжать благодать Святаго Духа. В христианстве паломничество не является таким обязательным явлением, как, например, в исламе, где это один из пяти столпов ислама. Где паломничество обязательно. В христианстве паломничество рекомендуется. Есть люди, которые благодаря паломническим поездкам открывают для себя новый мир веры. Открывают для себя теленные святые. Подвиги отдельно взятых святых, подвижников Духа. Как, например, люди ездят в Дивеево, где есть мощность Серафима Соловского. Люди ездят в Троицу Сергию Лавру, где они прикладывают к мощам Сергия Радонежа. То есть паломническая поездка – это всегда погружение в определенный мир религии, религиозной культуры. Паломническая поездка всегда сопровождается определенным настроением. Те, кто бывал в этих путешествиях, знают, что независимо от средства передвижения, будь то автобус или поезд, паломники часто молятся, стараются в основное время проводить молитвы. Они настраиваются на духовную жизнь, стараются отстраниться и оставить в стороне житейские свои нужды и заботы, максимально сосредоточиться на тех духовных значимых вещах, которые в данном случае представляют для них определенный интерес. В этом смысле сегодня, если отвечать на вторую часть вашего вопроса, есть самые разные возможности. Естественно, многое зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность, то можно съездить на Святую Землю, поехать на Святую Гору Афрон. Туда разрешается въезд только мужчинам. А можно поехать для начала просто в коренную пустыню. Поехать на место – это явление нашей замечательной, чудотворной иконы Курской коренной. Предложиться, так сказать, к списку или к чудотворной иконе, если она там находится. Выпить воды из источника, походить по другим местам. То есть, таким образом совершить небольшое паломническое путешествие. Дальше можно расширять географию своего паломничества. Самое главное, чтобы паломничество принесло вам пользу. Чтобы это не была пустая трата времени, которая не приносит никакой результат. Паломничество должно как бы окупаться теми духовными приобретениями, которыми вы стремитесь. То есть, если вы стремитесь к большей молитве, если вы стремитесь к большему украшению, уграничению своих потребностей и страстей. Если вы стремитесь к тому, чтобы приобщиться или, в конце концов, просто приложиться к мощам Тольного Святого, конечно, для этого надо совершать паломнические поездки. Мы знаем много людей, которые с помощью паломничества открыли для себя вот этот новый, удивительный мир веры. Открыли для себя удивительные памятники религиозной культуры. И сегодня в России паломничество является довольно активной формой духовного времяпровождения. Наши люди ездят везде. Наших паломников можно увидеть во всех уголках России. Не только России, но и далеко за ее пределами. Приезжаешь в Грецию, или приезжаешь в замечательный итальянский город Бари, где находится мой святитель Николай, и там наши русские паломники. Наверное, это хорошо. Лишь бы, как уже было замечено, паломничество не превращалось в разновидность религиозного туризма. Лишь бы это не была пустая трата времени. Во всем остальном, конечно, паломничество является замечательным видом, замечательной формой стяжания духовных благ. «Является ли грехом изучение содержания праздников других вероисповеданий и содержания их веры?» Антонина Герасимова, город Фатеш. Изучение чужой веры и культуры грехом не является. Сегодня в рамках урока «Основы религиозной этики советской культуры» в каждой средней школе мы изучаем разные религии и культуры. Конечно, нужно помнить о том, что главным для нас, для православных христиан, является изучение нашей веры. Остальные веры и культура можно изучать исключительно в культурологическом русле, чтобы просто иметь представление о том, как жили и живут те или иные народы. В какой культуре они живут, какие ценности они исповедуют, каковы их религиозные обряды. Все это грехом не является и может представлять себе просто обычный житейский интерес. С такой целью изучать это не грех. Но мне кажется, что если мы начнем очень много изучать разных вер, от каких-то язычников до христианской руси, до религии народов Попуановой и Гвинеи, то в этом потоке можно потерять собственные корни. По крайней мере, можно потерять время, которое могло быть потрачено на то, чтобы лишний раз открыть Святую Евангелие, лишний раз открыть Библию и лишний раз помолиться Богу. Поэтому все-таки самое главное и самое драгоценное время, к сожалению, это очень большая ценность. Я бы потратил его в большей степени на изучение своей родной веры. Пророки и события, которые упоминаются мусульман и праздники, например, Курбан, Байрам, содержательно схожи с событиями личностями в православии. У них, мусульман, искаженное изложение событий священной истории. Володько Валерия, город Курск. Ислам является одной из трех аварамических религий. Ислам берет за основу многие события и пророков Ветхого Завета. Но, естественно, дает им свою особую интерпретацию. Основное отличие заключается в том, что для Ислама вся Ветхозаветная история, собственно, восходит, возводится, в конечном итоге достигает своей вершины, кульминации в личности пророка Мухаммеда. Иисус Христос, которым мы признаем Господом, воплощенным Богом, тем, кто открыл нам полноту откровения Божия, для них признается просто одним из очередных пророков. В этом смысле наше видение расходится и наши взгляды не совпадают. Это не означает, что мы не уважаем мусульман или не уважаем их веру. Мы придерживаем совершенно иной трактовки, согласно которой Иисус Христос есть обещанный всеми пророками Ветхого Завета Мессия, время пришествия которого, место рождения которого, время крестных страданий и многие другие обстоятельства жизни были четко предсказаны пророками. То есть все эти пророчества, которые совершались на протяжении полутора тысяч лет, исполнились в одной личности, ее имя – Иисус Христос. Мне очень сложно будет представить себе, что все эти пророчества пророков исполнились в личности Мухаммеда. К сожалению, я не вижу такого исполнения, я не вижу таких параллелей. Что касается Иисуса Христа, как нашего Господа, то крайне сложно поспорить с тем, что мы читаем в Ветхом Завете, что мы читаем в Новом Завете, что действительно Иисус Христос есть обещанный Мессия, который пришел спасти и помочь не только еврейскому народу, но и пришел спасти весь род человеческий. Спасти его от греха, смерти и власти дьявола. Именно поэтому очень часто у людей на культурологическом уровне, изучающих различия между Исламом и Христианством, возникает соблазн. Они являются Исламом или некой разоритностью христианства, или наоборот, не есть ли что-то у них общее. Да, у них много общего чисто внешне. Но, к сожалению, в глубине своей Ислам – это другая религия. Она исповедует немного иную систему ценностей. И, к сожалению, самый главный объект веры или самое главное учительное положение наше, согласно которому Иисус Христос является Богом, ставшим человеком, в Исламе не признается. Дорогие телезрители, время нашей программы подходит к своему завершению. В редакцию телеканала «Семь» поступает множество вопросов. В следующих выпусках наших программ мы постараемся ответить на эти вопросы. Сейчас я прощаюсь с вами. Желаю вам мира и благополучия, помощи Божьей вам во всех ваших добрых начинаниях. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. До свидания. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.